Сегодня компанию нашему эфиру составит Екатерина Рябова. Доброе утро, Катя! Царит ли новогоднее настроение у вас в студии? И что интересного происходит в городе-герое? Хотелось бы узнать у Кати. Крымчане, да, в редакции Керченского филиала уже царит праздничное настроение. Все мы в предвкушении Нового года. Мы всегда с удовольствием рассказываем об интересных городских событиях, знакомим с интересными людьми. Один из них сегодня у нас в студии. Наш гость Денис Голанов, чемпион Крыма по мотокроссу. Денис, доброе утро! Здравствуйте! Денис, расскажи, с чего началось твое увлечение этим видом спорта? Как все начиналось? Ну, к этому спорту меня начал присваивать отец. То есть, все началось с отца. Отец меня начал садить на мотоциклы. Я начал кататься, гонять. То есть, он сам меня обучал. Сами учимся этому спорту. То есть, и потихоньку начинали каждый год пытаться выступать в соревнованиях, ездить, тренироваться. Строили трассы в Керчи. То есть, начинали с маленькой и там больше и больше. И постепенно достигали каких-либо результатов и пришли к очень хорошему результату. Сложно ли было? Наверное, были первые падения, наверное, какое-то даже разочарование. Ну, первые падения были, как бы, да. То есть, были малоэкипированы, то есть, сильно не экипировались. Там не было еще черепах. Были там мотоботы, наколенники, налокотники. И при падениях там страдала спина. Там ссадины постоянно были, да. Вот. Разочарование. Ну, хотелось сразу, все и сразу получить, да. А опыт мотокросса, мотоциклетный не получишь все и сразу. То есть, надо накатывать, учиться, тренироваться. Вот. То есть, процесс все-таки такой планомерный. Да, постепенно. Постепенно надо накатываться, каждую тренировку, каждую, там, три раза в неделю хотя бы заниматься. И накатывать, накатывать, накатывать. То есть, приходить к большому опыту, получать новые навыки, привыкать к мотоциклу, отрабатывать все элементы. Слушать тренера обязательно, который должен быть. Он и тренер, и наставник. Это был, ну, и тренер, и наставник был мой отец. Поэтому так некоторых спортов и начинается на самом деле. А в какой момент пришло осознание, что это не просто увлечение, а именно спорт? То есть, когда ты начал выступать, ездить куда-то? Ну, выступать я начал в 2009. Первые наши соревнования, это были соревнования в Симферополе, на трассе Черномор. Там, как бы, одна из самых сложных трасс в Крыму. Она с очень множеством трамплинов, то есть, очень трешковая. Там были первые падения серьезные такие, да. Ну, без переломов, но, как бы, очень сложные. Значит, после этих соревнований, на самом деле, и пошел дальше заниматься, посещать все трассы в Крыму. Объездили все крымские трассы, на всех тренировались. Потом уже начали ездить тоже на Краснодарский край. А помнишь ли ты свой первый успех? Вот, возможно, был какой-то случай, когда, ну, не думал, что получится, а получилось. Вот какое-то такое яркое событие. Первый успех? Ну, успех был в Симферополе, в принципе, на этой трассе Черномор, да. Где-то в 2015 году постоянно были вторые и третьи места, вторые и третьи, и по общим итоговым баллам вышли на вторую позицию. То есть, стал на втором месте призера Крыма, тоже по мотокроссу, только в классе 125. И в мотокроссе есть, как бы, классы свои, да, в котором ты, как бы, уровень профессионализма, то есть, повышаешь. Или ты остаешься в одном классе, или же идешь выше-выше, то есть, за результатами. А были ли какие-то серьезные травмы? Ну, серьезные травмы были, не сказал бы, чтобы они серьезные, прям, но перелом там бедра, там, ушиб, можно сказать, да, очень сильный. Ну, ребра ломал, как бы, а так, руки, ноги целые. Вот, и то это, как бы, было, в принципе, на тренировке по своему, по своему, так сказать, непрофессионализму. Я знаю, что сейчас ты тренируешь детей. Вот, расскажи, с какого возраста дети могут заниматься мотокроссом, и не боятся ли родители, что ребенок травмируется? Дети занимаются с 6 лет, ну, родители сами приходят к этому и понимают, что мотокросс – это серьезный вид спорта, как бы, и отдают ребенка, понимая, что будут, может быть, травмы, косточки, как бы, хрупкие. Вот, с 6 лет занимаемся и на квадриках, и на мотоциклах, то есть тренируемся. Есть все мотоциклы от маленького до большого, то есть с 6 лет ребята учатся газовать. Вот, я их этому пытаюсь тренировать, учусь, как сказать правильно, да, наверное, воплощаем в детей там силу, силу духа, силу воли, да, то есть мотоцикл – это тоже, как бы, очень страшная такая тематика, да. Да, кто-то боится на него садиться, но там родители ему говорят – садись, страх надо перебарывать тоже этот себе и ездить. Вот, они садятся, как бы, и газуют нормально, все получается. Ну, я наставляю свои тренерские, тренерские способности применяю, и все хорошо у них получается у всех. Есть ли у детей уже первые успехи, там, ездят ли на соревнованиях, на соревнованиях выступают ли? Ну, у нас команда в Керчи, команда клуба «Атлант», значит, успехи, у нас один человек в команде, в принципе, все из них выступают. У детишек вторые места, третьи постоянно, в пятерки, они у нас в Краснодарском крае едут. Сейчас еще чемпиончик у нас есть маленький Богдан, ему 7 лет, он газует на маленьком КТМе. Во всех крымских соревнованиях он выступал, то есть, он везде занимал первые места. Вот, он у меня уже год занимается, очень молодец. Денис, большое спасибо за интересную беседу, я желаю тебе успехов и твоим воспитанникам. Коллеги, это пока все, я передаю вам слово. Большое спасибо, Катя, желаем вам новогоднего настроения и только добрых новостей. Напоминаем, на связи был Керченский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Екатерина Рябова.